здравствуйте друзья и с вами рисовательная азбука но сегодня мы будем опять заниматься кляксографией то есть кляксы помните мы с вами говорили про художника правильно джексон полок но с ним случилось нечаянно что он разлил банку краской и у него получилось лужица потом он понес банку и стала капать до кляксы и брызги составили очень интересный красивый дизайн получились у него красивые картины а сейчас я вам расскажу про другого человека он не был художник но его тоже называют отцом клякса графе и то есть у него случилось так что он нечаянно кляксу накрыл другой бумажкой и когда он развернул у него получился очень красивый дизайн но он не был художник он был доктором и звали его юстин кернет и жила в германии и этот доктор очень был творческий человек что значит творческий он любил всякое всякие выдумывать интересные вещи то есть он когда лючь и лечил людей он еще думал и про сердце и про желудок и про кости и писал про них разные всякие истории одни истории были научные а другие были просто как стихи как поэмы какое у меня сердце как она меня выручает как она меня спасает ой разбитое сердце это не очень хорошо но некоторые просто страдают разбитое сердце как я тебя люблю а ты меня не любишь ты разбил мне сердце человек живой но он переживает он страдает этот человек поэтому говорят разбитое сердце да юстин кернер очень давно и тогда люди писали чернилами чернила очень похожи на краску и когда человек окунал перо в чернила а потом начинала писать случалось иногда что капелька чернил падала прямо на его лист бумаги кстати вот это портрет молодого юстина кернера вот так он выглядел тогда давно и вот юстин кернер что-то писал на бумаге и вдруг у него спира капнула капля прямо на лист бумаги и он сказал ой 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 что же я наделал я испортил свою работу и он брал и загибал листочек пополам и убирал его в сторону чтобы он ему не мешал но прежде чем выкинуть этот листочек он его развернул а когда он стал рассматривать эти кляксы которые свернулись вместе и стали симметричными потому что на другой стороне отпечаталась та же самая клякса получились какие-то необычные то бабочки то жуки то звери а то какие-то да а то какие-то сказочные люди и вот тогда то что он увидел своими глазами в это в этих пятнах он обвел их карандашиком и получились очень интересные образы я вам покажу на как выглядят картинки кернера но он не был художником он был доктором и он любил писать истории он любил сочинять стихи и получилось так когда он стал кляксы свои обводить и делать картинки он получилось что он стал рисовать вот посмотрите какие интересные картинки получились у юстина кернера вот эта бабочка да очень красиво а это какой-то интеллигентный жук в костюме непонятно да а вот на следующей картинке то ли лев то ли бык наверно сам юстин кернер не знал кто это а вот здесь какой-то сказочный человек танцует какой-то замысловатый танец да интересно а вот здесь жук с крылышками тоже одет какой-то не необычный костюм а вот посмотрите вот так выглядела страница в книжке на которой писал юстин кернер и обводил потом своих насекомых а здесь какой-то чудик у которого на голове сидит кошечка да вот это да здорово вот такие насекомые разные необычные сказочные были у нашего вы посмотрели картинки и что вы там видели как настоящий всякие сказочные герои да то есть когда когда капля капает а потом ты и сворачиваешь ты не знаешь что у тебя получится просто надо таким специальным взглядом смотреть чтобы это увидеть да ну мы сейчас попробуем поэкспериментируем так что мы сегодня делаем опять клякса графею клякса графе почему как кляксография вот это как раз таки юстин кернер это тот самый человек доктор который изобрел этот термин который называется кляксография то есть когда кляксы вместе смешиваются ты их складываешь напополам симметричном изображении можно найти какие-то образы жуков бабочек монстриков людей сказочных животных да сейчас мы продолжим эксперимент сейчас я вам дам бумагу вот никочки вот пенечки бумага должна быть плотно не старайтесь кляксы делать по середине да понятно так после каждой краски надо обязательно помыть пипетку чтобы не испортить краску так ну давайте начинайте начинайте так хорошо ника что ты делаешь ну и пипетки а ммм какие красивые у вас получились помнишь на той раз рисовали рисунка для ксена полока помню конечно я беру белокенький а я беру красный 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 бедный бедный сейчас посмотри как я размазываю кисточкой Здорово! А хочешь, чтобы я тебе показала, как надо выдавать трубочкой? Да! Интересно, я тоже так хочу. Ну а сейчас начнутся чудеса, сейчас мы свернем нашу бумагу напополам и посмотрим, что у нас получится. Надо ручками разглазывать. А теперь открываю. Вау! У меня бабочка! Ой, какой-то тут интересный у тебя зверь, что ли. Посмотрите, какие интересные дизайны получились у наших девочек. А теперь надо, чтобы это все высохло, а потом мы продолжим рисовать карандашиком или фломастером. Просто замечательно! Вот девочки ободятся. Вот у нашей имечки бабочка, да, получилась? А у ниточки на лицо похоже. Смотри, какой интересный, да? Похоже на лицо. Так, Ника делает улыбочку у нашей мордочки. Ну-ка. Ого, какая большая улыбка! Вот Ника обводит ему ушки. Как его зовут, Ника? Домовенок, наверное. Как зовут? Кеша? Да. Домовенок Кеша? У него, смотри, на ушах сережки. Смотри, да? Смешной домовенок. Отличные образы получились у наших девочек. Правда? И мордочка у дымовенка, и бабочка. Молодцы, девчонки. Молодцы, девчонки. Просто замечательно. Если понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Лайкните, 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 ставьте лайки. Всем пока! Пока! Пока-пока! Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и рисуйте с нами. Пока! Пока-пока!